Вот сегодня значит ясно, да? Значит завтра будет бомбом. Понял, нет? Не, ну ты индейц, я балдёбам-бам. Не можете как-то? Ладно, не урчи, ща разберёмся. Приветствую всех, дорогие друзья. С вами снова Крюга ТВ, рад вас всех видеть. И сегодня мы поговорим о той машине, о которой вы меня уже давно просили. Ну и тут недавно её как раз меняли, поэтому, в общем-то, можно о ней теперь пару слов своих вставить. Докачался я до неё тоже не так давно, и вы уже догадываетесь, о чём будет речь. Именно. Объект 906. Обзор, ну, прям противоположный тому, что было недавно. И я сегодня постараюсь аргументировать свою точку зрения, а также рассказать, почему же 906-й объект это сраная имба, которую надо нерфить. И причём желательно побыстрее, а иначе он ломает рандом. Ну что ж, начнём прежде всего с того, что я как бы вот совсем легонько намекну на то, что недавно мы катались на СТБ, я тут ещё немного покатался на Леопарде. А теперь давайте посмотрим, что же вам показывает, ну, скажем, плавающий лёгкий танк на боевом рейтинге не 7,7, а 7,3. Начнём с орудия. У нас есть 85-миллиметровая пушка, которая вполне себе хорошо подходит для уничтожения вражеской бронетехники под названием Д-58. Почему? Ну, во-первых, у нас есть каморники, они же и основные снаряды. Для 85-миллиметровки они имеют пробитие просто запредельное, 230 мать твою миллиметров и 214 на 500 метрах. При этом имеют неплохо так во взрывчатке, 85 грамм в тротиловом эквиваленте, и неплохую настильность. 1040 метров в секунду скорость полёта снаряда, и стрелять удобно даже на большие дистанции, при этом у машины есть стабилизатор. И это всё нам позволяет стрелять очень уверенно и метко. При этом каморные снаряды, извините, с большим пробитием в 230 миллиметров, что позволяет нам легко вертеть на одном месте оси, которой выступал мой дистанционный орган, всех врагов. И при этом, ну просто сравните с ИС-3 на 7,3, у которого 122-миллиметровый вроде казалось бы дры, но при этом перезарядка там дичайшая, и пробития меньше, причём заметно. В общем, как-то больно становится. Но это мы ещё не добрались до главного. Ну, во-первых, есть ещё кумулятивные снаряды с пробитием в 300 миллиметров, которые, ну, очень неплохо было бы увидеть, например, на том же ИС-3. Имею в виду не те же самые снаряды, но почему бы нет? Если там пробитие всего 200, блин, миллиметров, то дайте какой-нибудь ещё снарядик, который пробивал бы тяжёлые цели типа Маусов. Так вот здесь, пожалуйста, 300 миллиметров пробития на кумуле. Ну, правда, по большей части он нам не особо нужен, и возить с собой нужно буквально там 4-5 штучек, так, на всякий пожарный. А вот теперь к самому соку. Объекту повысили боевой рейтинг 7.0 до 7.3, я честно удивлён, ну, прям нёрф нёрфов. Но при этом сделали время перезарядки 4,3 секунды. Эти люди вообще в своём уме, они играют в эту игру или как? Я понимаю, что это только для боеукладки первой очереди, и перезаряжается снаряд вне боеукладки первой очереди огромное количество времени, очень долго, по-моему, чуть ли там не полминуты. Но у вас есть 15 снарядов боеукладки первой очереди. А теперь скажите это Леопарду и СТБ, у которых боеукладки первой очереди такие же или меньше, при этом скорострельность в два раза ниже. Это что за адище такое получается? Да, калибр, конечно, 85 миллиметров, но по эффективности это орудие гораздо лучше. Пробития достаточно, камерные снаряды разрывают просто, при этом скорострельность дикая, есть стабилизатор, и углы наводки, как для советской техники, в минус 5,20 более чем ок. Скорость поворота башни 19 градусов в секунду не супербыстро, но если вы знаете, где противник, а вы сами являетесь обходуном по флангам, то никаких проблем. В общем, 906-й объект дичайший, балансен в плане орудия. И я считаю, либо ему БР-8.0, потому что он там себя будет чувствовать так же нормально, либо время перезарядки, там, сделайте секунд 7. Вот тогда будет окей. Ну и, конечно, тогда машина перестанет быть имбой, это абсолютно точно. Очень тонкая грань отделяет ее от имбы и кактуса, потому что в других характеристиках все не так весело. Броню я вам не буду показывать. Почему? Потому что ее тут нет. Это сплав, при этом толщина его максимум 30 миллиметров. Не танкует абсолютно ничего, ни пулеметы даже никакие, вообще никак. Но огромное заброневое пространство, потому что танк плавающий, и по рентгену у нас есть три члена экипажа, один в корпусе и двое в башне. Если противники, вот те умники, которые мне писали в комментариях, что стреляй ты своими подкалиберами на том же СТБ, будут стрелять по вам подкалиберами, то есть большие шансы того, что вам ничего не сделают просто. Снаряд пройдет насквозь, ничего вам не нанесет, никакого вреда, и вы выживете. А вот те люди, которые стреляют кумулятивами, конечно, будут делать вам больно, потому что 906-му добавили халбрейк, который работает очень даже бодро, и машина буквально от каждого кумулятива, прилетевшего в нее, будет уничтожаться. Ну или от больших каких-то там ББшек тоже будет лопаться только в путь. В общем, 906-го живучесть, конечно, не впечатляет, но только если мы говорим о тех случаях, когда стреляют по вам правильными снарядами. А те, кто любят подкалиберы, будут вас дыроколить просто и в хвост, и в гриву, но убивать будет им очень тяжело вас. А вы при этом в два раза более скорострельный, ну первый раз не пробили, со второго взвесите в щи, так что будь здоров. В общем, 906-й это прям чудо-машина в этом плане. Далее, подвижность. У нас есть 20 лошадей на тонну, 300 лошадиных сил на 15 тонн массы, в общем-то, за глаза. Конечно, мне показалось, что, ну не вот прям, чтобы чувствовалось 20 лошадей, просто потому, что что-то как-то после 30-ти объект не разгоняется, хотя максималка у него 74, и при поворотах он динамику довольно бодро теряет. Но, в целом, подвижность машины на достаточно высоком уровне. Он, безусловно, быстрее Леопарда, и вдвойне, безусловно, быстрее несчастного СТБ, который не едет. И, понимаете, машина с орудием просто каким-то ультимативным, это адище, каморные снаряды каждые 4,5 секунды посылать в противника, при этом с нормальной баллистикой и хорошим пробитием, при этом подвижность у машины отличнейшая, и единственный ее минус, пожалуй, это вот эта вот живучесть спорная, которая, ну, от кумулятивов, понятное дело, не защищает никак. И вы хотите сказать, что этот 906 в балансе при каких-то вот его конкурентах, которые на 7,7 едва ли могут составить ему конкуренцию? Честно говоря, я сильно в этом сомневаюсь. 906 просто ультимативен, как машина игры от второй линии, или от первой, но когда вы обходите по флангам. И он действительно может это сделать. Мне говорят, на СТБ-1 ты неправильно играл, ты не обходишь по флангам. Так на нем невозможно обойти по флангам, он никак не едет. А 906, пожалуйста, надо, объехал, надо, приехал. В общем, эта машина оказывается на позиции, делает первые выстрелы, потом отъезжает, перезаряжает там еще три снаряда, начинает врываться, и каждые 4 секунды начинает развешивать противнику по снаряду. Понятное дело, что не каждый бой вам удастся сделать успешным. Найдутся те, кто просто возьмут и выпишут вам ваншот. Это понятное дело. Но когда вдруг каким-то чудом вы избежали вражеского внимания, этот бой станет для этих противников просто адом, потому что один единственный объект, который обошел их, это уже смерть. А они просто не успеют ни развернуться, ничего. Со своей скорострельностью вы заходите и изничтожаете ваншотами всех противников, которые посмели показаться к вам кормой, бортами, и даже в лов, в принципе, вы тоже пробиваете очень и очень многих. Поэтому я считаю, здесь абсолютно определенно, хотя бы пару секунд к перезарядке добавить надо. Тогда к 906-му никаких проблем. У него будет хорошая подвижность, 6 секунд перезарядки, что в любом случае практически столько же, как там у леопардов. Ну, ладно, СТБ в расчет не берем. И будет у него стабилизатор, вот, пожалуйста, нормальный плавающий танк. Ну или БР им ужахайте 8.0, и тогда тоже он будет себя чувствовать более чем прекрасно. Просто на БР 7.3 больше танков не останется, по сути, и это большая проблема. Так-то в сетап можно взять того же ИС-3 и СУ-12254, а если его переводить на другое БР, то это немножко все сломается. Ну а до БМП-1 еще люди могут не докачаться. Короче, ситуация очень с этим танком странная. С одной стороны, он реально в правильных руках просто аннигилирует. Да и, честно говоря, в не очень правильных, если вдруг повезло, тоже начнет раздавать. С другой стороны, живучесть у него не такая высокая. Да, рандомные попадания он зачастую переживает, но тем не менее. Тактика игры на нем проста. Вы просто идете фланговать. Причем можно занимать удобные позиции, даже не обязательно во фланге. Вот как на некоторых картах это спокойно делается. Встаете в самом начале, и на разъезде, пока противники еще никуда не успели доехать, начинаете по бортам им обстреливать. Собрали жатву из одного-двух-трех фрагов, переехали, заняли позицию, и оттуда настреляли. В общем, танк довольно универсален. Единственное, что, пожалуй, на нем тяжеловато будет в городах воевать, если вы как-то не очень хорошо ориентируетесь на карте. Но в целом, эта машина чувствует себя просто прекрасно. А, ну еще, наверное, какие-нибудь курски ей тоже не особо подходят. И в остальном, никаких проблем по игре. Просто шикарный агрегат. Стоит ли его качать? Да, абсолютно стоит. Касательно своих каких-то мнений по машине, тоже пишите, если вы на ней уже играли, или встречались с ними в боях. Мне будет интересно услышать ваше мнение. Поскольку сегодня я был крайне категоричен, может быть, мне не стоило делать настолько резких выпадов. Но, мое мнение, что машина имеет право на жизнь, но вот не в таком виде, в котором она есть сейчас. Это был очень странный нерв с поднятием БРа на 0.3, но при этом с снижением скорости перезарядки просто вот до каких-то космических величин. Нет уж, так дело не пойдет. На этом на сегодня все. С вами был Крюгэ ТВ. Всем спасибо, что вы смотрели данное видео. Не забывайте выполнить блогерскую чепуху с вашей стороны, то есть пальцы вверх подписки. Ну, а я буду радовать вас новым контентом. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.